Приветствую вас, друзья. Хочу, во-первых, вас поздравить, потому что благодаря вам, можно сказать, мы совместно сделали изобретение. Потому что в прошлый раз и в предыдущий раз на роликах мы обсуждали, что же человек чувствует, когда летает во сне. Вот эти ощущения. И такое прекрасное получилось у нас исследование. Да, вот такая наша школа, человек будущего, Homo Futurus. И исследования проводят, уникальные причем. Да, я там увидел, к своему приятному удивлению, такие интересные формулировки, такие интересные обмен опытом. Такой большой интересный обмен опытом. Кто-то чувствует вот эту легкость, стремительность, невесомость, уверенность, отталкиваясь во сне ногой, перелетая через крыши. А кто-то падает, кто-то падает. И поэтому можно уже, во-первых, немножко предполагать себе какие-то там моменты узловые в нервной системе. Ну, то есть по существу исследовать. И хотелось бы, чтобы врачи тоже в свое время, когда будут более скрупулезно разговаривать с людьми, задавали вопросы. Во-первых, как вы спите, во-вторых, когда встаете, когда ложитесь, встаете по внутренней потребности, по желанию или по тому, как по будильнику, что надо куда-то бежать. И что видите во сне полеты, видите во сне или нет? Да, ну, конечно, человек волен сказать да или нет, он может не сказать свои интимные подробности. Но это должно быть в этике врача, задать такие вопросы. Для этого он должен понимать, что метод ключ, что это такое. Я хочу поэтому сегодня сказать, что вот это изобретение, которое мы вместе все сделали, оно теперь дает новую эпоху, новую эру применения тех же самых приемов ключа, потому что там более доступно и более качественно все начинает происходить. Это новая стадия совершенствования. Вот первая, которая была еще в 90-х годах, методик ключ. Потом, потом развивалась, 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 и уже там называлась в следующей стадии синхрометодом. Видите, здесь синхрометод называется. Потому что это на английском языке. Потом она называлась еще, там части есть и ключ 2, и ключ 3. И вот ключ 2 мы уже начали освещать в этой книге, которая была издана буквально сейчас, несколько месяцев назад. Новые приемы и белые стороны, черные дыры страха. И у нас здесь уже написано, что у нас тут подписчиков, то есть у нас есть серебряная кнопка, было 100 тысяч, а сейчас 177 тысяч. Значит, наша школа всем нужна. Из разных стран мира приходят, и мы вместе создаем науку человечности и совершенствуем метод саморегуляции ключ. Это очень здорово, потому что мир сегодня в этом нуждается. Мир сегодня в этом нуждается. И поэтому вот эти приемы, которые в 96-м году, видите, левитационные приемы и диаматурные, это была азбука саморегуляции для детей, родителей и педагогов, это я для новичка показываю. В 96-м году защита от средств, как сохранить и реализовать себя в современных условиях. А сегодня условия самые современные. И поэтому метод совершенствуется. И поэтому я жду Машу Ако, которая есть у нас в этой книге. Она тогда предложила, она тогда предложила у нас, что если у кого-то руки не расходятся, или какой-то прием не получается, сначала можно мысленно это представить себе. Просто сидишь себе и представляешь мысленно, что ты так делаешь. Только воображение себе представляешь, а руки у тебя лежат свободно. И когда ты там это сделаешь, и у тебя там руки мысленно в воображении разойдутся, потом ты пробуешь, и они у тебя здесь расходятся. Вот это интересный подход, правда? Так вот, в полетах во сне этот концепт уже стал развиваться в концепцию, а теперь уже и в теорию, а теперь уже и получается, что вот она, оказывается, почему. Что в полетах во сне есть вот это ощущение у многих, чувство легкости, стремительности, абсолютной уверенности в себе, когда вы отталкиваетесь ногой, взлетаете. Вот это ощущение стало у нас критерием для подбора индивидуальных приемов каждому. То есть это состояние легкости и свободы стало критерием для индивидуального подбора приемов. И вот здесь логика какая. Если у вас какой-то талант есть, природа наделила нас всех талантами и способностью Творца наделила, и поэтому, когда вы совершаете подбор действий, синхронных к своему состоянию, они простые, они легкие, поэтому комфортные, поэтому этот критерий ощущение легкости в полетах во сне у нас стал критерием подбора приемов путем из перебора. И поэтому там, когда мы это обсуждали в прошлых роликах, я прочитал эти комменты, удивительно, я понял, почему, собственно говоря, люди, они, если мысленно, там совет, совет прямо написан, почитайте в роликах, мне отвечают на вопрос участница школы, человек будущего, она прямо пишет, если вы какое-то упражнение делаете, например, шалтай-болтай, и при этом вспоминаете полеты во сне, то это упражнение вдруг становится совсем гармоничным, совсем не тем, чем ожидало. И оно начинает происходить не так, как думало. То есть, оказывается, перед этим думало, как надо правильно делать, а потом, когда вдруг задумывалось о том, при этом, делая упражнение, задумывалось о том, как летало во сне, оно вот как бы отцепилось от этого вмешательства, шаблонов, ума, страхов, комплексов, стереотипов, отцепилось и стало свободно делаться по природе. И сразу получился эффект хороший, результат хороший, сразу получился. Представляете, если в момент упражнений вы подключаете воспоминания легкости полета во сне, любые упражнения становятся легче. Потрясающе открытое, правда? Поэтому сейчас будет больше людей, у которых все приемы получаются, и которые еще напишите мне, какие вы изобрели приемы, потому что в этих книгах, которые сейчас идут, книга и следующая книга, и сейчас будем еще следующее делать. Там наши авторы, там наши авторы со своими именами, фамилиями, со своими вариантами приемов. Да, конечно, конечно. Это удивительно, правда? и вот сегодня, когда стрессы и нагрузки на человека возрастают, неодолимо возрастают, потому что ситуация неопределенности неодолимо увеличивается, информации перелопачивают в голове, каждому надо много, чтобы понять, где правда, где правда. История каждый раз же переписывается задово. Так вот, именно сегодня как никогда становится востребованной наша школа. Да, она имеет гуманитарную направленность, она благотворительная в основном, да, и поэтому очень много людей к нам спешат, потому что могут бесплатно получить помощь в виде советов. Мы не клиника, мы никого не лечим. Мы даем советы, как использовать энергию стресса для решения ранее нерешаемых вопросов. И там тоже напишите мне, пожалуйста, в комментах, какие случаи вы знаете, когда действительно человек в сильном стрессе смог преодолеть какие-то барьеры, совершить какие-то действия, поступки, или придумать какие-то мысли, какие-то идеи, именно благодаря стресс-трамплину. И мы все еще больше и больше будем понимать, на чем основан метод-ключ. Что метод-ключ в каждом из нас есть, в неосознаваемом виде. А наша школа пытается простым, доступным языком донести до каждого. Как этот ключ внутри нас работает. Да. Интересно, правда? Ждем Машу Ахо. Мы с ней сделаем ролик. Она расскажет, что она думает по этому поводу. Поэтому, как я сказал в начале, это сообщение в ее книге тогда было опубликовано. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok